Всем доброго времени суток, меня зовут Ева Лекцер, рада вас приветствовать на своем канале. В данном видео выполняю расклад на вашу просьбу на да-нет на исполнение желаемого, то есть исполнится задуманное вами в задуманные, загаданные вами сроки или нет. Спектр вопросов здесь может быть абсолютно любой, разные сферы жизни начинают от отношений, до покупки чего-либо, либо там поступления, поездки на отдых и так далее. То есть желание вы оговариваете сами, сроки вы оговариваете тоже сами. Повторюсь, что точность расклада напрямую зависит от наличия у вас интуиции и вашего умения с ней работать, то есть насколько активно вы взаимодействуете со своим подсознанием. Всего я выложу 8 вариантов, ваша задача настроиться и выбрать именно тот вариант, к которому вас тянет, либо, скажем так, ту цифру, которую вы заранее себе задумали. Проговаривайте, пожалуйста, именно ваше желание для себя, да, чего вы хотите, ваше имя и дату рождения. И давайте смотреть. Напоминаю, что работаю я и на прямых, и на перевернутых арканах. Итак, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Восьмой вариант, пожалуйста, определяйтесь, несколько секунд вам на размышления, и будем с вами смотреть. Для тех, кто выбрал первый вариант. Исполнится ли желаемое вами? На загаданное вами время? Нет. Потому что данный аркан указывает на закрытие дорог, либо отсутствие возможностей для реализации. То есть нет либо необходимых ресурсов, либо людей, либо еще в целом не время. Потому что здесь все факторы должны сложиться воедино. По тройке жезлов, ну, как вариант, например, если вы рассматриваете покупку квартиры, то здесь либо недостаток суммы, либо не совсем то жилье, либо у вас проблемы с тем, чтобы взять ипотеку. То есть ряд факторов, которые отодвигают исполнение желаемого вами на более отдаленный срок. Но это не критично, но вместе с тем, то, что вы задумались на текущий момент, неисполнимо по ряду причин. Для тех, кто выбрал второй вариант. Осуществится ли желаемое, либо задуманное вами? А вот здесь однозначно да. Причем вы здесь сам хозяин положения, хозяин своей судьбы. Покажу вам аркан в прямом положении. Вот видите, вот так забор, да? То есть вы скованы по рукам и ногам. Есть некая преграда, которая мешает вам ее реализовать. То в перевернутом положении аркан говорит четко о том, что преград никаких нет. Вы смело сможете реализовать все то, что вы задумали. Для тех, кто выбрал третий вариант. Осуществится ли задуманное вами благодатный срок? К сожалению, нет. Потому что по данному аркану, либо, ну вот не обижайтесь, пожалуйста, по справедливости, она же правосудие. Либо, скажем так, вы этого не заслуживаете, либо, скажем так, этого еще не дотягиваете. Либо, ну потому что эта карта, знаете, как сама по себе ситуация отдачи, то есть как соответствие ваших ресурсов, да, вашим возможностям. Вот сейчас еще, скажем так, у вас нет этого баланса, нет этой возможности. Либо вы ставите себе слишком завышенные цели. Поэтому повремените, и все в ваших руках, ситуацию можно исправить. Для тех, кто выбрал четвертый вариант. Осуществится ли задуманное вами? Здесь точно да, потому что по перевернутому повешенному, это выйти из застоя, найти выход из ситуации, либо пожертвовать, например, ненужными людьми, обстоятельствами, то есть перестать самому быть жертвой. И сделать все в таком ключе, в том контексте, который вы себе заранее, знаете, как вот уже прописали в голове. Вот когда повешены и перевернуты, вот четко у вас такая позиция, вижу цель, не вижу препятствий. И вы все сделаете для ее осуществления. У вас все получится. Так, для тех, кто выбрал пятый вариант. Так, а вот здесь карта четко говорит о ситуации застоя. Особенно это может быть связано с поездками, либо перемещение на длительные расстояния. То есть, либо еще не время, либо еще в целом ситуация вам не благоволит. Потому что данная карта четко указывает на то, что вы не можете выбрать путь, либо прописать план, каким образом вы хотите этого достичь. Почему? Потому что перевернутая колесница, это когда вы сами не знаете, чего хотите. Ну вот из серии. Переехать мне в другой город или остаться мне здесь, где мне будет лучше. Постоянные сомнения и терзания. По этому аркану вам необходимо все сопоставить, зависеть все за и против. И тогда решение откроется само собой. Для тех, кто выбрал шестой вариант. Осуществится ли загаданное вами? Однозначно да. Причем, как здесь карты говорят. Либо сама судьба протянет вам руку помощи. Либо это сделают ваши друзья, близкие люди. Либо может даже посторонний человек, но вам в этой ситуации помогут. Причем неожиданно для вас самих. Вот когда, знаете, уже, как говорится, будет утрачена последняя надежда, вам протянута долгожданную руку помощи, которая вам поможет осуществить желаемое. Поэтому не теряйте надежды. У вас все получится. Для тех, кто выбрал седьмой вариант. Пятерка Пентакли. Карта четко говорит об эмоциональном, либо физическом истощении, либо о нехватке ресурсов для осуществления задуманного. Так, все-таки, карта денежного аспекта. Здесь элементарно, просто, знаете-ка, еще не поднакопили. Особенность все-таки желания материального плана. Если желание какого-то духовного плана с целью пойти какие-то на курсы, не знаю, духовного развития, обучения и так далее. Может быть, даже самостоятельно. Карты говорят вам о том, что задумайтесь, ваш ли это путь. Потому что, либо это, знаете, когда вы не можете зрить в корень, либо это карта духовной бедности. Когда вы просто пытаетесь заполнить какую-то внутреннюю пустоту. Но все же, если это материальный аспект, то здесь просто вы, знаете, как можете не рассчитать свои силы. Ну, как вариант, вот стоит ли вам брать ипотеку, карты говорят, повремените. Потому что по пятерке и пентакле, ну, могут быть какой-то ряд серьезных материальных проблем. Ну, и для тех, кто выбрал восьмой вариант. Осуществится ли желаемое по перевернутой восьмерке жезлов на текущий момент не время. Не время, либо здесь мешает осуществлению желаемого расстояния, либо же в целом по этой карте вы слишком для этого нерешительны. Потому что по перевернутой восьмерке жезлов вы сами выстраиваете себе ряд преград и препятствий. Поэтому задумайтесь. Возможно, вы сами себе каким-то образом крутите жизнь. Вот такой вот расклад. Для кого-то позитивный, для кого-то не очень. Вместе с тем, я думаю, он заставит вас задумываться, проанализировать ход событий, что-то, возможно, скорректировать, и тем самым быстрее пододвинуть вас к исполнению вашей мечты и вашего желания. Искренне от всей души я вам этого желаю. Ну а с вами была Ева Лекцер. Я благодарю вас за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok